Ну что же, всем привет, с вами диджей Вики Скай, и сегодня в студии Play TV у нас одна из легенд украинской техно-сцены, диджей Джозеф. Здравствуйте. Сегодня наш выпуск посвящен именно ему. Ну что же, привет, Женя. Привет, я решил постоять, очень. Сидеть не очень удобно. Мне очень приятно, спасибо. Пожалуйста. Ну что же, за время нашего незнакомства у меня накопилось очень много вопросов. Я сегодня постараюсь все их тебе задать. Вот первый, как долго ты в клубной индустрии? Ого. Если вспомнить, ну где-то с 2002 года. Получается, что 12 лет. Ой, мне почти столько лет. Самой. Типа, это камень мой огород, да, я так понимаю? Нет, это просто... Что я такой старый? Легкий юмор. Нет, то, что я такая молодая. Ну, тоже правильно. В целом мне там лет на 10-20 больше, но... Хорошо. Хорошо, а как все начиналось, твои первые вечеринки, на которых ты стал играть техно? Как это было? Где это было? Ну, техно играть начал первые вечеринки, которые-то все они были, конечно. У нас только все они были техно-вечеринки первые. Второй, третий год. Чуть-чуть популярнее, как это происходило? Ну, происходило, как это происходило. Все очень просто. Мы начали просто каждый выходной делать техно-вечеринки. Если раньше это было как-то невостребованно, там, в клубе ультра, или что там до ультра было, плейлофс, еще какие-то клубы. И там техно не играл, по большому счету. Там играл больше такой хаос, прогрессив хаос, что-то с оттенками трайба. Так натурально техно проводилось только там, ну, раз в три месяца, раз в четыре месяца вечеринки. Ребята есть, были, которые проводили эти вечеринки, в том числе это Толя Сухарь, который делал вечеринки в том же киноклубе иногда, очень редко. Пытались перевозить каких-то технорей немецких. Ну, и тогда уровень был совсем другой, уровень со всей клубной жизнью, не такая, как сейчас. Сейчас очень много диджеев, очень много фиш. Ну, и трэпа тоже. Трепа много тоже, кстати, я хотел сказать. Вот, поэтому все ими начали просто, мы поставили это на конвейер, то есть каждые выходные человек мог приехать и послушать техно. Каждую субботу. В пятницу был Траман Баста, в польского субботу были мы. Так вот год мы просуществовали. Потом был мост, под мостом мы делали тоже техно вечеринки. Молодые, горячие пластинки, все, звук. Все это было, ну, это было, конечно, на уровне, не знаю, сказать, что высоком. На уровне, ну, даже я не знаю, как это объяснить. Это было все, конечно, из души шло. Мы это делали душой, болели душой. То есть за последние деньги ты каждую пластинку, там, эту покупал. Когда привозили, там, каких-то диджеев, иностранцев, это для нас было вообще просто мега круто. Поэтому все так начиналось вот с этих моментов. С иними опять мы начинали сезон, продолжали его зимой. А потом пошел, поехал, уже техно пошел в массу, началось куб, опиум, кайф, ганеша. Ну, пошел, поехал вообще. То есть смотри, по направлению твой вектор исключительно техно, шаг лево, шаг право, расстрел, или может быть ты играешь что-то еще? Нет, все, что связано с техно. Не, ну, это бывают пластинки, сейчас как играет, это тот Терри, допустим, который вообще нельзя сказать, что он техно-музыкант. Это больше даже похоже на какой-то Трайбл Хаус, Груви. Ну, это все, что касается вот именно этого оттенка, скажем так. То, что прививает, мне кажется, это прививает хороший вкус. То есть это достаточно красивая музыка, под которую можно танцевать, а не бездушное что-то, от которой прыгать и танцевать тактоник. Как по трэпу. Ну, по трэп тактоник не танцуют же. Я так знаю, правда? По трэп, что танцуют? По трэп вообще не танцуют, по трэп прыгают. Качают голову. Да, чем кто выше, кто куда побежали, все непонятно в какую сторону. Вот так, все бегут на сцену, да, я так понял. Там все очень тяжело, не все так просто. Так что... Хорошо, а если бы ты повернулся, я бы задала еще один вопрос. Я вот, пустинка заканчивается, я сейчас найду какую-нибудь пустинку, которую я бы хотел поставить. А потом я перевернусь и опять буду к вашим услугам. Сейчас. Даже еще надо как-то... Если получится у вас на этом звуке. Станцуют за часы. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Как-то так Как вашему слову Хорошо, ну расскажи пожалуйста тогда, какая вечерина с твоим участием тебе запомнилась больше всего или может быть не с твоим участием? Просто самые яркие вечеринки в твоей практике? Ну их очень много было, но хотелось бы заметить, что раньше их было больше, чем сейчас. Почему я не знаю, люди поменялись. Но раньше было намного больше ярких вечеринок. Конечно самые яркие вечеринки были и в «Опиуме», в «Кайфе» было очень много ярких вечеринок. И в «Ганеше», и в «Синеме» было очень много ярких вечеринок. Как-то вот в последнее время, ну нельзя сказать, что были много ярких вечеринок. Ну и разве что пару раз было фестиваль «Кокуновский» они делали. Для меня это было, ну для меня «Кокун» сам по себе дорог, как «Лайбу». Поэтому «Кокуновская» вечеринка была для меня очень, очень мега крутая. И сама вечеринка, в принципе, была хорошая. А там, где я был, ну не знаю, нельзя сказать, что я посещал. Я стараюсь каждый выходной клуб посещать. Но чтобы какие-то были сверх какие-то мероприятия, которые запомнились, я не могу этого вспомнить. Надеюсь, что вот будет фестиваль летом. Надеюсь, что что-нибудь на нем будет мега крутое. В том году все было круто, только дождь немножко все испортил. Но все было мега, я был в восторге. Особенно от некоторых артистов, которые приехали. Я был просто, ну, они меня убили. Вот. Вот так вот. А где сейчас можно услышать твои сеты, географии твоих выступлений? Сейчас. Сейчас, во-первых, я постоянно играю в лабе в арене на втором этаже клуб The Lab. Там постоянно, каждый выходной мы там играем. Там резиденты, которые там, гости приезжают. Но не каждый, не каждую пятницу, субботу. Только или в пятницу, или в субботу приезжает гость. Ну и, конечно же, форсажи. Это, так сказать, клуб, в котором мы с самого начала работаем. И у нас там есть своя вечеринка, которая проходит раз в два месяца. Вот. Вот так вот. Окей. Слушай, насколько я знаю, у тебя была или есть на данный момент школа диджея? Нет. Акционирует ли она? Была школа диджея, форсаж. Но это было давно, уже она два года не работает. Просто всем, ну, мне лично просто стало неинтересно, надо делать, заниматься. И все. Ну, мы выпустили достаточно много студентов. Я помню, сто, сто десять человек мы выпустили. Это все технари? Нет. Технодиджей? Нет. Мы к этому не привязывались. Думаю, что трэп тоже был. А что, в трэпе надо сводить разве? Это же не обязательно. Там вообще ничего, там вот так, так и пошел, да? Класс. Кепка, цепь, балкончик. Да, главное больше какой-то рваной одежды. Ну, молодежи это нравится, да? Я так понимаю. Да. Да, нам это нравится. Ну что, это самое важное. Хорошо. Вот мне любопытно, так как я вообще бейс-диджей, украинское техно, оно отличается чем-то от зарубежного? Нет, зачем оно может отличаться? Ну, вот поэтому есть старшее? Нет, оно ничем не отличается. Во-первых, оно не может ничем отличаться, потому что практически все украинские диджей используют европейское техно. Но некоторые пишут о своих треках? Ну, пишут, но оно же пишется на той же аппаратуре, на которой пишут европейцы. И еще нового никто не придумает. И японцы пишут, и японцы пишут на этой же… И китайцы. И китайцы пишут, ну да. На этом те же программы, те же железки, которые используются все одно и то же. Но, как правило, диджей используют все равно европейскую музыку. То есть это… Ну, это стандарт, конечно. А вот за период твоего творчества как менялось техно? Может быть, оно смешивалось с какими-то еще стилями? Может быть, приобретало какое-то новое характерное звучание, какие-то новые сэмплы? Менялось ли такое? Ну, любой стиль музыки, он идет как по волне. Но многие диджеи возвращаются назад. То есть достают старые постинки, старые записи. Какое-то техно… Шкаф, там, бетройтская техно достают. И оно, кстати, сейчас идет очень даже на урок. Но многие так делают. Вот многие гости приезжают, у них есть постинки, которые они играют там 95-96 год. Но сам стиль, конечно, меняется. Во-первых, появляются какие-то новые звуки, какие-то новые музыканты, которые постоянно на волне. То есть одни как-то уходят в тень, появляются другие на волне музыканты, которые что-то пишут более свежее, более умное, может, более насыщенное. Потом и они в тень уходят. Приходят еще одни музыканты, которые пишут уже совсем другое, то, что сейчас круто и модно. А есть и музыканты, которые стараются быть на волне и не уходят в тень. Когда-то, я помню время, и Бодзин был очень мега популярен. Но он давно ушел в небытие. Таких очень много. В принципе. Мы с вами заговорились. Ну, ничего страшного. Я думаю, наши слушатели и зрители нас поймут. Так, какие следующие вопросы у вас? Следующие вопросы. Особо животрепещущий вопрос лично для меня, который я задаю всем диджеям. Всем диджеям? Всем. Даже трэповым. Задавайте мне тогда. Что нужно делать, чтобы быть успешным диджеям и гастролировать сейчас в наше-то время? Ну, в наше время сейчас вообще лучше не нужно что-либо предугадать с данной ситуацией в стране. А если не брать конкретно последние происшествия в стране в целом? Ну, первое, надо работать. Что значит работать? Да, это постоянно иметь место работы стабильное, где можно позволить себе просушивать свежий материал. Может быть, что-то старое. Но его надо все время играть и стараться, чтобы люди воспринимать то, как люди под это танцуют, как они это все, эту музыку эту воспринимают, которую ты даешь людям. Ты подбираешь материал, который ты даешь людям. Они уже тебе отвечают, да или нет. Когда люди будут увидеть, что человек характеристичный, когда люди ходят на него, когда ты уже... Так получается, автоматически получается, ты себе делаешь имя. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Поэтому надо просто работать. Ну и, конечно же, промо. Над этим тоже надо... Туда надо тоже... Ну, над этим тоже надо работать. Просто биджейство – это такой же бизнес, как и любой другой обычный музыкальный. Артисты, звезды. Точно так же, как артисты иностранные приезжают сюда, да, зарабатывают. Точно так же и диджеи приезжают сюда зарабатывать. Точно так же, как артисты хотят райдер. Точно так же и диджеи хотят райдер. Точно так же они приезжают сюда, и иностранцы приезжают сюда, им платят гонорары. Есть и диджеи, которым платят громаднейшие гонорары. У них тоже есть, многие диджеи тоже требуют себе, чтобы им чартеры заказывали, бизнес-класс. Поэтому это такой же обычный бизнес, как и весь другой, любой. Любой певец, который хочет стать популярным, он должен с этим работать. То же самое и диджеи, чтобы стать популярным, заработать. Просто меня же Леха конит, он вам расскажет, как стать популярным. Просто сейчас на самом деле в мире происходит перенаселение диджеями. Мне кажется, их больше даже, чем китайцев. Нет, хороших диджеев перенаселения, перенасыщенность не будет никогда. Это факт. Я на это очень надеюсь. Хорошо, а что сегодня ты отыграешь в нашей студии? Так, а что я играю? Я как всегда отыграю то, что я вижу в сумке своей. Мне нравится какой-то трек, я его ставлю. И вообще, я считаю, что он подойдет в данный момент. Я его ставлю. Я вам потом оставлю, что я отыграл, а вы посмотрите. Я думаю, мы услышим это все в записи. Ну, вы же хотите потом посмотреть, что же это было? Я вам его оставить, потом на ручках напишу, что я играл. Каждую пластинку. Окей. Ну что же, я не буду мешать тебе сводить больше. Ты мне не мешаешь. Тут все равно мониторов нет. Сводить очень... Ну, на самом деле, мы можем перейти уже непосредственно к твоему сету. Встанешь, послужишь монитор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok